Доброе утро, друзья! В этом выпуске мы собрали для вас самые важные и интересные новости недели, произошедшие в регионах. В этим временем ставьте лайк этому выпуску и обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего в Беларуси и за ее пределами. На рынке Новой Лебяжей, который находится в деревне Таборы под Минском, прошли массовые задержания. По словам очевидцев, ОМОН в Балаклавах появился среди торговых рядов с самого утра. Возле рынка стояли два автозака и один автобус, который начали постепенно наполнять людьми. По информации портала «Зеркало», всего задержали 70 мужчин и 20 женщин. По одной из версий брали тех, у кого было несколько паспортов. По другой – только тех, у кого не было белорусского паспорта. При этом белорусов после проверки, как правило, отпускали. Хапун проходил без перепалок и потасовок, но причин никто до сих пор не знает. Причем даже в администрации Новой Лебяжьего, либо действительно не в курсе происходящего, либо им приказано делать такой вид. Борисовской епархии прихожан призвали приносить церковные лавки сектантскую литературу. Такое объявление появилось на сайте округа. Сдавать предлагают абсолютно все, в том числе объявления о привороте и снятии порчи. Все это планируют сжигать в печи. Причем в разговоре с журналистами «Зеркало» представители епархии уточнили, что даже исламские или иудаистские книги ждет та же участь. Ведь, цитирую, «такой литературе в православном доме не место». К слову, приносить на сожжение можно и вполне богоугодные вещи, которыми по какой-то причине больше нельзя пользоваться. К примеру, старые церковные календари, буклеты, иконки и поломанные крестики. Говорят, это обычное дело, ведь выбрасывать или сдавать на макулатуру православную продукцию нельзя. По церковным правилам, священные изображения, предметы не должны попадать в нечистое место или превратиться в рулон туалетной бумаги. А единственный доступный способ утилизировать – почетное сжигание в церковной печи. Одними коранами и календарями, конечно, храмы отопить не получится. Но если начать сжигать еще и книги на белорусском языке, или в которых усмотрели неправильные мысли, то на одну зиму может и хватить. Для детей Бобруйские провели акцию под вывеской «Единый день безопасности». Основными действующими лицами мероприятия стали силовики и представители белорусского Красного Креста. Как нетрудно догадаться, первые учили школьников пользоваться дубинками, носить амуницию для подавления протестов, и в целом приучали несовершеннолетних к полнейшему превосходству насилия над интеллектом. А вот вторые показывали детям, как откачивать пострадавших, видимо, от тех самых дубинок. А вот в главном корпусе Витебского государственного университета имени Машерова развлекались уже представители МЧС. Там провели массовую учебную эвакуацию. Для пущей бдительности все это сопровождалось криками «пожар» и распылением сценического дыма в помещении. Восторгу студентов не было предела, особенно если учесть тот факт, что спецэффект пришлось долго выветривать, и занятия были сорваны. Еще одно занимательное мероприятие прошло в Могилевском институте МВД. На сайте учреждения образования выложили фото курсантов, которые принимают участие в неделе белорусского языка. И все бы ничего, но абсолютно все студенты находятся в масках. Говорит ли это о карантине, или таким образом решили спрятать лица будущих силовиков, непонятно. Но на фоне побежденного коронавируса, это, согласитесь, выглядит по меньшей мере странно. На Гомельщине замерили радиацию в продуктах, и результаты оказались устрашающими. Санитарный надзор отчитался об исследованиях на радионуклиды, которые проводил в августе этого года. Чаще всего зашкаливали принесенные гражданами грибы и черника. Например, в грибах из Добружского района уровень цезия 137, превысил норму в 47 раз, а в чернике из-под ветки – 8. Опасный уровень радионуклида в продуктах зарегистрировали в 10 районах. Будо-Кошелевском, Ветковском, Добружском, Ельском, Кармянском, Лельческом, Наравлянском, Рогачевском, Хойницком и Чечерском. Всего в области взяли 658 проб продовольствия и воды. Причем, по официальным данным, образцы, предоставленные госсектором, превышение радионуклидов не показали. А вот в принесенных гражданами продуктах их обнаружили в более 50 случаях. Напомним, что в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии можно заказывать проверку на радионуклиды бесплатно. Причем, ответ будет получен в тот же день. В Слудском районе егерь на глазах у отдыхающих детского санатория убил собаку из ружья. Произошло это возле жилого комплекса базы отдыха «Солнышко». По словам очевидцев, утром возле корпуса мать и дитя прозвучало два выстрела. За всем этим наблюдала женщина с внуком, которые собирались на завтрак. Они рассказали, что первым выстрелом собаку только ранили. Она завыла, а егерь подошел ближе и выстрелил второй раз. Но даже после этого животное не умерло и еще долго мучилось. Директор санатория «Солнышко» Василий Кобель пояснил журналистам «Курьер.Инфо», что собака появилась на территории санатория около месяца назад. Ее пытались поймать своими силами, но ничего не вышло. Тогда заведующий хозяйством вызвал егеря, который произвел отстрел. При этом посетители санатория говорят, что с собакой постоянно играли дети, и агрессии она не проявляла. Хотя опасность нападения это никак не отменяет. Остается невыясненным только то, почему нужно было стрелять, да еще и прямо на территории учреждения на глазах у детей. Ведь есть отлов, есть возможность стерилизации и много других более гуманных способов. Сейчас милиция в связи с инцидентом проводит проверку, но ситуацию это уже никак не изменит. Лиозненский райисполком приняло решение запретить содержание свиней сразу в шести населенных пунктах региона. Речь идет об агроградке Пушки и деревнях Зуи, Старины, Подубе, Заольша и Чернице. Это связано с тем, что населенные пункты входят в радиус трех километров от свиноводческого репродуктора на пять тысяч голов, которые ввели в строй в этом месяце возле городка Пушки. Причем на ликвидацию животных местным жителям дали всего неделю. По словам заместителя главного ветеринарного врача Лиозненского района Евгения Холонькова, каким образом сельчане будут избавляться от животных, не имеет значения. Но после окончания установленного срока будут приниматься принудительные меры. То есть животных будут изымать и утилизировать. Почему о том, что планируется запретить содержание свиней в этих населенных пунктах, не сообщили ранее, остается непонятным. Ведь для жителя деревни это чистый ущерб. Содержание свиней окупает себя только при наборе определенного веса, и многие рассчитывают убой так, чтобы свеженина была ближе к Новому году. Открытым остается вопрос и выбора места строительства нового комплекса, который фактически заставляет коренных жителей менять привычный образ жизни. Рыцарский меч времен ВКЛ нашли в Двине во время подводной охоты. Уникальную археологическую находку посчастливилось сделать на глубине 3 метра возле моста в районе Заполотья в Полоцке. Пожарный Александр Бриль плавал там в поисках Сома, но обнаружил оружие. Спасатель принес меч на работу, а начальник Полоцкого рочь передал его в музейное собрание Национального историко-культурного музея-заповедника. Оказалось, что это уникальная находка, и в Беларуси таких еще не было. Рыцарский меч длиной в 128 сантиметров и весом примерно полтора килограмма отлично сохранился. В результате исследования химического состава установлено, что лезвие и гарда изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, а материалом для инкрустации стала двухкомпонентная латунь. Сейчас проводится консервация и атрибуция будущего музейного экспоната. Его еще предстоит как следует изучить. Смотрите новости региона в социальных сетях и YouTube Маланки каждый будний день. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и не забывайте, что с нами можно делиться абсолютно любой информацией, которая вам показалась важной или интересной. Пишите об этом в наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своем экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok